Субару Асэнд Это у нас Subaru Ascent Сейчас посмотрим Да Subaru Ascent Limited Значит удар В правую сторону Скользящий не прямо в лонжерон А вот вскользь вроде как Вот Ну вот здесь вот Не знаю если будет видно Как лонжерон Отпечатался От крышки Короткие Это что ли Не короткие Крышки двигателя Отпечатался Чуть неудобно там будет И еще если Не знаю как здесь на камере видно Вот этот лонжерон Выше где-то где-то На сантиметров 5-6 Ну то есть Они ушли туда влево Я думаю Кто тянет машины Вы знаете что Если вот как здесь Ударено вправо Лонжероны ушли влево Левый опускается Правый поднимается То есть получается и тот ушел вниз И этот вверх Сейчас я буду тянуть И они пойдут Более менее на место Менять буду только Вот эту часть Вот это вот есть Телевизор не меняется Хотя он там Пропеллером И здесь вот эта часть Вот эта часть пропеллером И вот эта пошла Пропеллером Еще Еще я замерил лонжероны Вот на левом На вот этот болт ставлю На вот этом выходит Аж вот здесь где-то То есть это где-то Почти около 20 сантиметров Наверное Дальше Дальше что у нас здесь Дверь Вот так вот будет Задняя дверь Нижний край заходит вовнутрь Зато верхний Видно Выступает Прилично Я думаю Что это скорее всего Потому что вот здесь вот Скользящий удар Потому что так вроде бы Здесь ничего нету Скользящий удар Заднее крыло Ушло вовнутрь Зашло То есть вот здесь вот видно Пошло по чуть-чуть везде По чуть-чуть ушло Ну так Зазор вот здесь Пойдет Вот так вот Отсюда видно будет Вот То есть надо будет вот это все Вытянуть Крыло вытянуть Потом еще и дверь вытягивать Вот Попробую здесь Если Будет видно Не видно Нет А вот так вот видно Здесь вот сломало Ну что Придется Придется пробовать Что-то делать Вот здесь вот видно Все хорошо зашло Я пока только ее Зацепил И диагонали замерил Диагонали высоту Сейчас уже начинаю тянуть Буду начинать тянуть А еще подрамник Вот этот угол Ушел Вверх И вот здесь сломал его Я не знаю думаю что скорее всего Менять он будет Потому что Машина будет идти к дилеру И Сапфрейм По любому будет на нем видно Вот отсюда видно что творится По любому будет видно вот это все Либо будет видно что делалось А надо так сделать чтобы не было видно Поэтому я думаю что он будет менять его И так У меня есть Сабфрейм Ассент Фиксирование Фиксирование И Раде Панель Я буду снять И Пуле Это Дамаж Реар До И И Я буду снять Это И 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 Реар Реар И И Реар 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 И Реар 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 И Реар И И Бlando с передком практически в принципе можно сказать закончил но проблема в том что фары с обломлены ушками вот это вот вообще нет ни одной ушки ни одной у нас здесь получается должна быть ушка здесь ушка и вот здесь нету ничего на этой тоже вот вот это должно быть вместе с вот это это первое вот так в принципе то есть как бы вот это держит высоту здесь фара играет до сюда так то в принципе вроде нормально здесь все нормально зазоры хорошие единственное вот здесь сейчас видно большой но фара играет не совсем не понятно что делать и вот здесь мне кажется вот эта петля поднимает капот потому что капот вы видели что творится с капотом снаружи ничего не видно мы здесь зато вот порванного ион алюминиевый снаружи вроде хорошей капот я думаю не думаю я уверен телевизором когда ударила вся телевизор сам вот это родной телевизор его не менял только вот эти помните углы вот здесь вот были помяты то есть он ушел вовнутрь и порвала вот это все не знаю subro вообще японские корейские машины такие мягкие все так легко рвется что пусто думаю что буду переходить назад уже кота вот это крыло буду делать если найдет фару я ему сказал если найдет фару хорошо если нет то так снимать будет это все так что я уже не знаю что я уже не знаю что льда и переставлю вверху не будет альта и у меня не будет переключаться вверху не будет резко и у меня не будет резко так как и вы видите здесь это небольшое но этот каб был закрыт и этот каб который держит голову и вниз и вверх и в двор но Но в последнее время здесь, с Субаром, это лучше, чтобы проверить глаза. Потому что с Американцами, это легко. У меня есть где-то играть, но не здесь. Субаром очень высокий. Для этого я начинаю делать корр панел. И потом мы увидим, если он найдет правильный свет. Если нет, мы должны уйти. Вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 И здесь подтянул. Вот здесь немножко есть ямка. Сейчас придется еще немного здесь подтянуть. Не знаю, вот этот кантик пару раз тянул что-то. не совсем выходит вот здесь именно здесь вот вышла гуля ну и здесь тоже немножко придется поработать с патроном здесь так в принципе бампер стал так здесь тоже вышел зазор вышел здесь я не знаю что с капотом он будет делать я уже показывал здесь с этой стороны зазор хороший потому что и фара хорошая здесь вот типа вот так здесь с этой стороны не было ничего и бампер вот так вот стоит замка нету пока надо поставить а еще одна деталь только сегодня заказал подрамник потому что подрамник никудышний не знаю как показать я говорил ему поэтому сегодня у нас суббота подрамник он заберет вроде бы как в понедельник с утра в это время я буду работать на этой кабине так что я просто показывал я просто показывал какие-то маленькие это не имеет бракет или тап что-то Everything looks good That side looks good Right here I will have to work just a little bit With the sputter Maybe a couple spots And That's pretty much it Also So he just ordered subframe, subframe is gonna be here today is Saturday, subframe is gonna be here on Monday, but I don't think I'll, I mean I'll hold, keep the car here on the frame, but I'm gonna start working on this cab. So I'm going to film the Subaru. I've done nothing in front of the car. He's also a bagel, he told me that he's gonna do it. там в принципе так ну вот здесь вот я сейчас по дворю и все и зачищу и дальше он будет сам вот это он сказал сам делает машина простояла здесь на стапеле три дня без работы сегодня среда последний раз когда я на ней работал это была суббота простояла здесь из-за подрамника подрамника не было сегодня только привезли подрамнику дилера вот там есть другой подрамник привозили его в субботу но он кривой оказался вот этот вот у дилера пришли привезли сегодня поставили нормально стал еще я заканчиваю когда сейчас буду на колеса и оставить и отправлять в это время в этом промежутке я сделал вот эту кабину поменял вот эта часть была горелая этот стойка вот это была полностью грелой она алюминиевая можете представить себе когда горит она просто тает расплавилась и и все то есть вот это вот эту стойку я поменял но в обзоре она не будет на видео она не будет я не снимал ее на видео можно можно видеть здесь ржавая вот это вот это кстати у них железная все остальное алюминий только вот эта перегородка она железная это алюминий все 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 здесь алюминий кроме кроме вот этой перегородки я думаю что это делается для безопасности то есть перед когда двигатель горит чтобы не загорелась она расплавится легко если было бы алюминиевая принципе это я так как это что деньги я It's gonna take care of this I'm just gonna weld these two small holes Grind them and take it out The car was on the frame 3 days without touching it So I was waiting for the subframe Subframe just came today And we put it И все выглядит хорошо Потому что на Сатурдей он купил мне этот субфрам Вы можете видеть, мы проверили диагональ Диагональ были от 5-6 см Главное, что владелец был здесь Мы садились вместе И он решил купить субфрамом Продолжение следует...